Аплодисменты Аплодисменты Вот тут у нас сделали площадку. А что, днем может быть я побегу? Аплодисменты Дорожка подсохнута Кстати говоря, у нас хорошая аллея асфальтовая Так что бежать-то можно с подсохнутом И заглянуть на подсохнут Хоть даже вот в какой ливень В какой ливень страшно выходить у меня А бежать нет Но Когда бежишь В общем-то Уже никакая погода Не влияет Но выходить страшно Аплодисменты 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 Может их поднять и поправить Соответственно Это проблемы соперника Шахматы это спорт Достаточно жесткое Противостояние Двух сторон Двух характеров Хотя какой может быть характер Вот у этого Стального агрегата Я не знаю Ну характер такой Нордический Судя по всему Очень стойкий Политически выдержанный Без слабости Не пьет, не курит Никаких нарушений режима И никогда не устает Вот что самое обидное С такой характеристикой Какую партию можно вступить В любую Мне кажется В любой Таких ждут Сосильянскую Сосильянскую Да Кстати Было же предложение Партию шахматистов сделать Ну ладно Это лирическое отступление Давайте начинать Если у нас технически готово Все Стартуем в пятую партию Поехали Итак Данил Стоп Где машина Мне кажется Нервы знали Соперник не является На партию Что такое Нет 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 Это мы сейчас Переграем Вот таких Таких подарков мы Не принимаем Сейчас партия Будет переиграна То есть начата Просто по-новому Потому что Так Ага Пешка на H7 Оказывается Не соответствует ГОСКОМ Не соответствует Стандарту Так Ну что Начинаем Сейчас Техники Наши дадут Отмашку Подбросить Угольку Черно-белым Плажком Так Все Стартуем Начинаем пятую партию Даня Вперед Так Машина Действует Симметрично Не отстает От человека Ага Снова Конь C6 Все тот же дебют А вот это вот любопытно Да Вот угрожал ход Е5 И Даня этому ходу препятствует Ну что Похоже мы повторяем дебют Из той Недоигранной партии Ага Вот Вот есть некоторые новинки сезона Итак Черный тоже ходит за центр Но с учетом того что Пешка C7 все таки зажата Очевидно что У белых все таки есть перевес Надо только понять Справедливо ли это жертва пешки И так очень похоже на каталонское начало Причем За счет странного хода H7 H6 У белых должна быть явная Выгода По сравнению с теоретическими вариантами Ну что Черные достаточно Спокойно развиваются Возможно в будущем Проведут Е6 Е5 Ну это еще надо суметь сделать Ну ход платья B8 Конечно Возвещает Это профилактика Направленная на защиту Пешки B7 Замечательно Ну с другой стороны Шутки шутками Но машина Завершает развитие Не так все плохо Но с другой стороны Очевидно что У белых здесь должен Что? Е5? Фантастика Вот может быть Может быть это путь К вскрытию игры Что конечно Не планировалось Главной ставкой Ну что Надо подумать Да Д5 Собственно в соответствии с той самой Антикомпьютерной стратегией Даниил играет Пытается Закрыть игру И сейчас тоже Е4 Видимо уже подграживает Да Тут надо что-то делать Е4 Да Вот Даниил сам Занимает это поле Б5 Ну компьютер Руками этого робота Действует Очень энергично Местами конечно Антипозиционно Но это все очень относительно Белым надо еще Успеть развиться Так Вот слон идет на B2 Нападаем на пешку Е5 Ладья Е8 Идет Ну если сейчас человек Завершит развитие Все к тому идет То я думаю что Все будет у нас Хорошо Возможно не будет Такого перевеса Которого мы мечтали Но тем не менее Позиция будет комфортной Главное чтобы понимать Что делать Нападение на ферзя Горде Как там называли В прошлом Горде Сейчас Уже Правила изменились И никто никого Не предупреждает О грозящей опасности Сам Должен видеть И сам должен Предпринимать Защитительные меры Итак Центр разменивается Надо сказать Что черные Отыграли пространство Теперь В принципе У них неплохо Единственное Что конь опять На краю доски Вызывает Некоторые Вопросы Но это Проблема Опять таки Машины Так Даня По своему Шахматному Образованию Не Садово-парковое Блицо Он классик И поэтому ему Постоянно хочется Подумать Но с этим Недостатком Иногда приходится Бороться Особенно при таком Контроле времени Вот Такая Задумчивость Она В общем Не всегда Оправдана Итак Перс пошел На Б6 Но вы знаете У коня на А5 Есть положительное качество Он коня Белых на С4 Не пускает Так что В расстановке Компьютер Есть своя Сермяжная Правда Кстати говоря И слонанс Опять может При случай поставить Ну вот Может быть На Пунтер 2 Надавим Где-то Так что В общем Тут есть конечно Над чем подумать Проблема в том Что некогда Итак На часах У человека Минута И 14 секунд У машины 2 минуты И 20 секунд То есть отстаем По времени Очень солидно Да Конь С4 Все таки решился Даня разменять Этого самого Коня Тараша Берем ладену С4 Прощает игру Даниил В надежде что так Будет играть проще Слон Б7 А что в Катчево Играет машину Так Ну что делать Итак Даня сдваивает Перс С6 Какой хитрый компьютерный ход На А2 Пешку напал Напал на пешку А2 Отдавать Жалко как-то Жалко отдавать Так Так У человека 40 секунд У машины 2.15 2.15 Слон С6 Ну ничего страшного Это собственно Пока нет Вот Только бы на пешку на Е4 Здесь назернуть Ага Слон Б5 Ну вот Вот К сожалению Он невероятен Такой исход У нас Настолько Что даже можно и качественно пожертвовать А можно Уделать ее и Пожертвовать Пешку Может быть удастся ее отыграть Да У Дани есть мысль У Дани есть мысль Он чуть было сейчас не лишился жизни Из-за того что слона наехали У него съели Но На шахманной доске Он лишается Судя по всему пешки Е4 Но вы знаете Этот размен Ферсеем Может быть не так и опасен Потому что сейчас Белые при вертикали Е Как раз Контратаку сделают Да Но если ладья Е1 Там конь С3 какой-то Есть забавный ход И слон на Б4 идет Если ладья Е2 То тоже конь С3 То есть у машины Не так просто пешку отыграть Осталось 11 секунд Даня Не забываем про время Так Конь С3 Да Вот теперь Дважды брать на С3 нельзя И Даня переводит конья на С4 Конь Б5 Загадочные маневры Так Тут надо ускоряться 5 секунд осталось всего лишь 6 Ограничивать нашего слона Так ну что У черных здоровая Можно сказать здоровенная Лишняя пешка И конечно В такой ситуации Ну Человеку может помочь Во-первых оптимизм Во-вторых Хватка Ну и в-третьих Сильная игра Так 4 секунды У Дани Конь С3 Видимо вынуждает Либо Размены Так Вот это очень опасно Потому что у черных Образуется Прокатная пешка Так Размен Размен Еще размен Опять размен И вот На ждание дубов Из Москвы Проводит Апперкот Ага Вот интересно Правда Ход С2 наверное выиграл Но это ладно Нет Там был владец С8 И конь Д6 Очень интересная позиция Конь стоит на С2 Блокирует пешку И вопрос в том Удастся ли создать Непроходимый барьер На пути черного короля Так Очень важный момент Дорогие друзья Ф5 К сожалению Грамотно играет Машина Фиксирует слабость На Ф2 Ее не проведешь Аж 4 Да Ну вот теперь все пешки Королевского фланга На черных полях Стоять и держаться Стоять и держаться К сожалению на королевском фланге Сейчас будет наступление 4 секунды у человека 4 секунды Надо держаться Надо учесть еще Свойства этих электронных часов Что здесь На одной секунде Может добавление Не последовать 5 секунд у человека Да Ну я думаю Что вот в этой тактике Сейчас компьютер Где-то что-то посчитал Ну надо попробовать Что-то взять ЖФ Слон бьет Ф2 Ах какой удар Теперь если берем слона То черный пешка Проскакивает в перзе Тяжелейшая позиция у человека 2 секунды 2 секунды Еле-еле успел Даня Сделать этот ход Да И видимо после Е3 Придется сдаться Да Ну блестящая победа Компьютер Он играл на самом деле Очень хорошо И в целом Конечно дебютер Заграл компьютер не очень Но дальше началась Обычная магия Компьютерных шахмат И Даня боролся как лев Но к сожалению Соперник оказался сильнее Счет 3-2 В пользу робота И так Начинается 6-ая партия Так Ну вот у нас дебют рэти Сейчас На доске Воспроизводится Да Собственно Та единственная Шахматная победа Даниила Как раз развивалась По этому сценарию Ну вот Немножко расслабленно Даня сейчас действует Видимо Ему кажется Что времени на часах много Но это конечно же Эллюза Так Ну вот Начинается Работа снова На черного слона Так Слоны Немедленно Разменивают Да И Компьютер Занимает центр А вот интересно Как долго Будет компьютер Повторять Ход партии Там было сыграно Е4 И сейчас Сыграет ли он Д4 Вот это шанс Вот это для нас шанс Так Вот это Любопытно Возникает вопрос Презаботчикам проекта А если Даня будет Ход в ход Повторять ту же партию Которую он выиграл Правда Вряд ли он вспомнит Конечно Как это было Вот сейчас Пока в точности Все повторяется H6 G4 И там где-то Конь Е8 Какой-то А нет Все Вот компьютер Сошел Уже с гибельной дорожки Хотя Мне кажется Что дорожка Все равно Должна быть гибельной Вопрос только в том Как вот здесь Человеку адаптироваться Король H1 Опять Даня избирает Тот же план Не ставит Коня на F3 Ну какие-то Слон на F3 Вот у Дани Свое видение Позиция Кстати Компьютер Очень кстати Грамотно сейчас Сыграл Этот конь на A4 Будет нависать Над перзевым флангом И мешать Белому В том числе и развиваться Видите что Слон C1 Как-то прикован К своей позиции Слон B4 Ага Здесь возникают Уже конкретные нюансы Перс на G3 Наверное не идет Из-за того что Пописает пешка На B2 Ну ничего Не обязательно Это делать быстро Можно это сделать Постепенно Ладья B1 Да Бережен его Бор бережен Ладья C8 Похоже что компьютер Как-то немножко Подучился Играть в шахматы И сейчас он Проводит Такие правильные Человеческие планы Сейчас еще C4 И проведет Так 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 Вы знаете Здесь уже начинается Похожая динамика Здесь уже Кто первей Кто первей Тот и прав Да Ну вот то что Машина вскрывает вертикаль H Внушает Некоторый оптимизм Я надеюсь что Он просто Не досчитывает До мата Хотя у черных Тоже есть кое-какие угрозы Да По вертикали C Видите что Ладья оказывает Очень серьезное давление У белых в атаке Пока одна ладья Ну вот ферст подключился Дайте бог Чтоб был мат Так А где же мат Подумал Штерлиц Здесь Напротив него не Мюллер Напротив него соперник Гораздо более серьезный Это Мюллер может Да кстати тоже из Германии Кука Но вот Думаю что это усиленный Мюллер Сразу возникает такое Перед глазами Доброе лицо Леониду Броневого Но вот этот Смотрите Смотрите Совсем не похоже На артиста Так И что же после Ладья Аж 2 Так минуточку Тут надо как-то Присмотреться к этой позиции Неужели это не мат Неужели это не мат Что вообще происходит На доске Итак Компьютер по виду Получает мат Вот этом сохраняет Фантастический оптимизм А что на G6 Даня решил поставить мат Понадежнее Слонов Ай молодца Ну вы знаете Какое-то случилось Странное происшествие Компьютер не досчитал Вариант И получил мат Браво Браво Счет 3-3 Получает Получают У PVто Сейчас смертен Так Сейчас сделан Минутный перерыв A tower A A AC 0 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 может проявить активность и каким-то образом не допускать. Вот иногда машины действуют из общих соображений, ставят латьки по центру и кажется, что непонятно, зачем они это делают, а потом начинаются какие-то осложнения и вдруг эти латьки играют важную роль. И теперь надо придумать какой-то план действий. Так, перст С8. Вкратчивый маневр и Даня решил уничтожить одного из слона черных. При этом немножко усиливается черный центр. У белых есть одна микро-проблема, пешка на Е4 все время подвисает и немножко недостает развития. Но я надеюсь, что это дело временное. А как, собственно, развиваться? Вот в чем вопрос. С4. Ответственное решение. Ответственное решение. Ослаблен пункт Д4, на который, похоже, направляется черный конь. А играть слон Е3 как-то из-за пешки... Из-за слабости пешки Е4. Наверное, рискованно. Но вот Даня решил терпеть. Правильно. Терпеть. И не сдаваться. Так, ну что ж. Ферзи озевать не будем. Да, ферзи отходит. Вроде бы у белых все защищено. Хотя, конечно, внешние такие признаки говорят о том, что у черных очень хорошая игра. Может быть, даже уже и поприятнее. Но надо посмотреть конкретно. Видимо, черный конь перескакивает на С5. Или нажать на С5. Ну, в любом случае, пока позиция, на мой взгляд, достаточно боевая и интересная. Так, вот теперь надо посмотреть, что будет с пешкой на Е4. Не рука ли она? Красавица. Вот. Вот это, кажется, передышка для нашего брата. Очень хорошо. Мне кажется, у Дани есть шанс как-то постепенно, постепенно... Да, вот если сейчас завершим развитие, то будет совсем хорошо. Так-так. У нас даже ладья С1 уже имеет возможность. Но тут там черные могут ик-брепить даже. Бог знает, что какая тактика может последовать со стороны черных. Во всяком случае, теперь каждое движение робота уже воспринимается с таким подозрением, что какую камеру он нам готовит. Да, Даня решил не связываться. И разменял опасного коня черных. А4. Вот это называется, чтобы команда не волновалась, чтобы черные сами по 5 не пошли. Даня пытается таким образом упрочить свое положение. Ферзь Д3 и, видимо, А6. Вот он, вот он компьютер во всей красе. Но все-таки по 5-то он готовит. Слон Е6. Вот сейчас позиции примерно равные, дорогие друзья. Я думаю, что здесь, несмотря на то, что у белых пассивен слон на Ж2, но все-таки пространство есть. И напрямую белому ничего не угрожает. Но вот надо какую-то ткань позиционной игры здесь выставить. Так, отмечаю время. У белых ровно минута, у черных 2 с хвостиком. То есть машина действует фантастически быстро и жестко. Слон Ф1. Вот очередное профилактическое решение. Даня по своей природе шахматистов крачевый, профилактичный и хитрый. Но понятно, что это хитрость человеческая. Она проявляется в основном в игре против людей. Машина иногда некоторые человеческие хитрости не замечает. Так, 30 секунд у Дани. Ситуация довольно сложная. Конечно, робот очень здорово поддерживает напряжение. Б4. Очень смелое решение. Так. Ну вот вопрос в том, кто здесь просчитался. Компьютер или человек. Смотрим. СП5. Неужели качество нам даст съесть? Ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой-ой, как хорошо. Неужели это правда? Хотя надо считать дальше, что будет после взятия на цепь. Например, пешка, да? Взял, взял, взял. Ну что ж, у нас, у людей, чистое качество, кажется. Так, 25 секунд у Дани. Позиция, между прочим, очень перспективная. Взял на B7. Не постеснялся. Молодец. Взял все, что плохо лежит. Слонца 8. Вы знаете, дорогие друзья, по-моему, по-моему, если я что-то в чем-то понимаю, по-моему, делать просто лишнее качество. И, может быть, даже большой перевес. Конечно, у ученых некоторые компенсации есть. И главная компенсация вон там, на часах. Потому что у машины минута 40. У человека всего лишь 16 секунд. А позиция очень боевая. Очень сложно играть. Так, 8 секунд. Но я напоминаю для всех, кто, может быть, сейчас подошел, 2 секунды добавления на ход. То есть есть возможность все-таки поддерживать напряжение в позиции и держать время. Да, вот начинают осыпаться белые пешки, как осенние листва. Теперь у черных есть пешка за качество. Конь возвращается на C5, на E4 еще подвисает. Так, Даня, похоже. Да, просто поддерживает пока позицию. Ну, очень хочет разбринять ладьи. Но соперник, кажется, ловит нас. Да, на балл на ладью и на C4 подвисает. Ну, так. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Конь бьет C4. И что, махер, С4? Что вам там за дом? Так, так, так. 4 секунды у Дани. 4 секунды. Как неприятно. Как неприятно. Значит, компьютер отыграл качество. Но борьба продолжается. Всего же пешки у нас не хватает. Я думаю, можно бороться. Ай, Слон H3. Ах, какая хитрая машина. Да, ну вот вы знаете, в такой геометрии бороться с монстрами очень тяжело. Черные получили лишнее качество и пешку. И пусть, с учетом того, какое огромное превосходство по времени, наше дело именно табакой. Хотя Дани не курит. И вообще ведет здоровый образ жизни. Но здесь спастись будет уже невозможно. Да, ну что, молодец. Компьютер сыграл блестящий паркер. Дани тоже имел очень перспективную позицию. Мне кажется, что был даже перевес. Но вот он не сумел в цифроте разобраться и совладать с тактическими возможностями позиции. Итак, счет 4-3 в пользу Роботова. Хотел бы напомнить, что Дани раньше увлекался боксом. Занимался боксерской секцией. И поэтому у него отходы от удара очень хорошо поставлены. Я думаю, что когда Робот будет наносить удар, Даня сумеет уклониться. Но для этого надо, конечно, держать концентрацию. Ну вот, в прошлый раз, когда эта машина играла с грищуком, я высказывал предложение, что надо одевать каску времен Второй мировой войны на голову, чтобы защитить ее. Но сейчас я понял, что это бесполезно, не поможет. Удар слишком силен. Это вам не пуля какая-то жалкая. Это удар 5 тонн. Так что лучше голову вообще не приводить соприкосновение с этой рукой. Так, ну у нас снова очередная вариация дебюта Рейти. Мне кажется, достаточно благоприятная для белых. Особенно с ученым того, что черные еще тратят темпы на полезные для белых мероприятия, типа H2, H3. Так. Есть над чем подумать. Конечно, хотелось бы, чтобы машина снова закрыла центр путем D5-D4. Но как ее заставить? Вот сейчас робот очень быстро делал эти все ходы. Две минуты сорок секунд. Я не успел сказать слово, как широко раскрылись мои глаза, потому что робот позволил человеку разменять белопольного слона. Ну, правда, при этом укрепился черный центр. То есть нельзя тут говорить, что это какая-то грубая ошибка, но тем не менее, с человеческой точки зрения, это немножко удивительное решение. Я уверен, что здесь должно быть у белых паприя. Другое дело, что нужно конкретное оформление. Да, цепли ход грамотный, чтобы черный конь на D4 не длился. Ну вот ждем от машины активности. Да. Так, конь пошел на F3. Происходит размен на E4. Судя по всему, черные собираются использовать как-то вертикально. D. Слон C5. Да, вот давление на пункты F2 это главная, видимо, стратегическая задача черных. Так, еще там и конь H5 есть какой-то ресурс, и вот, может быть, ферст на D3 внедрится. Но посмотрим. Даня решает упростить позицию. Да, произошел размен. Я думаю, что теперь пешка F2 встакнула свободно. С облегчением, потому что теперь никто и ничто ей не угрожает. Ну вот теперь, мне кажется, очень комфортная для Блица позиция. Лазья E1. Так, Даня на всякий случай. А вот это мне нравится. Вот это хорошо. Потому что эти размены, мне кажется, ведут в очень благоприятный для белых N-шпил. Если только пешку E4 не зернуть, все будет у нас хорошо. Так, вот тут начинаются технические нюансы. Размен перзей. Дорогие друзья, черные торгаются по вертикали D. Кажется, что это очень страшно, а вот не страшно. А вот совершенно не страшно. Я думаю, что здесь Даня должен консолидироваться и грамотно провести эту оборону. Так, ага, ладья D6. Вот это уже начинаются гроссмейстерские тонкости. То есть машина говорит, меняйся, но меняйся на моих условиях, чтобы выправить беженную структуру. Ну, неочевидный момент. Вот все время подвисает пешка на E4. Надо как-то смотреть, что будет, если она будет теряться. Ну, вот Даниэл решил на всякий случай простить игру. Хотя при этом все-таки кое-какая позиционная уступка совершается. Черные пешки обрели былую гармонию и подвижность. Правда, у белых в запасе есть слон на G2, которые, я надеюсь, в скором времени все-таки сыграют свою роль. Дальше Пелегровой, я думаю, что он примерно раб. То есть здесь говорить о том, что у нашего брата, а Даня сейчас для всех нас родной брат, потому что человек. Так вот, говорить о том, что у нашего брата есть какой-то реальный перевес, мне кажется, было бы опрометчивым. У черных очень красивый центр, но вот сила эта или слабость, это большой вопрос. Это неизвестно. Это неизвестно. Все-таки слон G2, как видите, получил определенную свободу действия. Он давит на пешку D5. Вот кого куда дальше везти? Вот видим, что Даня в соответствии со своим игровым почерком играет в кача. Да, слон встает на E2. Скорее, это оборонительное мероприятие. Так, 43 секунды у человека и минута 55 у машины. Итак, наш план изначальный, когда мы с Даниилом обсуждали перед этим блиц-матчем, как играть с машиной, мы, конечно, очень надеялись, что удастся рубить флаг, что называется, так по-человечески. Но теперь мы видим, что эта цель абсолютно недостижима. Машина играет фантастически быстро. Фантастически быстро. И здесь надо действовать именно шахтингом образом. Даня, надо переигрывать машину на шахматной доске. Вот, похоже, черный коник идет куда-то на B6. Пешку А4 начал трогать. Так-так. Слон же 4. Даня, возможно, даже... Так, тут надо думать. А некогда. У человека 20 секунд, дорогие друзья. В целом, все-таки, темп, который задает машина, человек очень трудно выдержит. К сожалению, вот нам бы еще коней разменять. Тогда было бы полегче. Так, напали на пешку E5, но она не двигается вперед. Очень хитрая машина. Очень хитрая. Да, и вот здесь надо как-то очень бодро двигаться, стоять на месте. И снова ладья на C4 теперь движется. Да, с идеей А5. Так-так-так-так-так. Вы знаете, непростые проблемы ставит компьютер перед человеком. И компьютер, и механические его продолжения. На самом деле, перевес. Вот же сейчас перевес у машины. Не так-то просто здесь совладать с этой активностью. D4, да. Ах, какой прорыв. Конь А3. А что на ладья А? Ну, для бета 4. Так. Там был ход B3. Ну вот, молодец. Да, не извернулся, но осталось 8 секунд. Только 8 секунд у человека, дорогие друзья. Взяли. Взяли. Так, как-то конь на 3 ставить не очень красиво. И вот он пошел. Пошел красавчик. Угрожает где-то D3, может быть. Да, и король на B4 прорывается. Конь C6. Очень планомерно усиливает свою позицию машины. Вот эта механическая неумолимость чувствуется в движении электронного мозга. И позиционно, конечно, к сожалению, должен сказать, что переигрывает человека сейчас в данный момент. Но надо держаться. Надо держаться. Есть еще возможности. Вот Даня централизует короля. Может быть, будут шансы. Может быть, компьютер что-то подосчитывает. Ага. Так, это поправили. Так. Вот конь на ДТ занимает хорошую позицию. И вот я надеюсь, что будет какая-то контр-игра у Пелых. Лазья Е2, да? Так, 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 так. Осталось 2 секунды. Даня в темпе. В темпе. Так. 2 секунды быстро-быстро. Конь Е5. 3 секунды. Фантастика. Ну, какие хобби делает машина. Это просто невероятно. Вот, как раз, это то, чего не может человек в цепноте. То есть, так подкручивать и создавать тактические обострения. И лазья, блядь, подвал. Сделал предпоследнюю, практически, пешку. Очень тяжело бороться. Да, они пробуют последний шанс. Образовать проходную. Но проходные черных, кажется, чуть-чуть ближе к цели. Так. Взяли, взяли. Может быть, еще пару секунд удается накопить. 6 секунд. Черная пешка близка к цели. А вот интересно, кто быстрее, да? А2, Ж7. Ну-ка, давайте дальше. Дальше, дальше, дальше. Ладья Б1. А, и нельзя брать на А2 из-за вилки. Так, вот вверх, Даня. Вот вверх, Даня. Давай, давай, давай. А, там конь Е7. Да, какая беда. Все-таки компьютер выиграл. Но здесь, вы знаете, очень тяжело было бороться. Даня делал это достойно. Но робот все-таки его переиграл. Итак, робот отрывается в счете. После 8 партий счет 5-3. В его пользу делаем небольшую. Делаем паузу. Хотел бы напомнить, что Даня раньше вылетал с упорцем. Занимался боксерской секцией. Поэтому у него отходы от удара очень хорошо поставлены. Я думаю, что когда робот будет наносить удар, Даня сумеет уклониться. Ну, для этого надо, конечно, держать концентрацию. Ну, вот в прошлый раз, когда эта машина играла с грищуком, я высказывал предложение, что надо одевать каску времен Второй мировой войны на голову, чтобы защитить ее. Но сейчас я понял, что это бесполезно, не поможет. Удар слишком силен. Это вам не пуля какая-то жалкая. Это удар 5 тонн. Так что лучше голову вообще не приводить соприкосновение с этой рукой. Так, ну у нас снова очередная вариация дебюта рейти. Мне кажется, достаточно благоприятная для белых. Особенно с ученым того, что черные еще тратят темпы на полезные для белых мероприятия типа H2, H3. Так. Есть над чем подумать. Конечно, хотелось бы, чтобы машина снова закрыла центр путем D5, D4. Но как ее заставить? Вот сейчас робот очень быстро делал эти все ходы. Две минуты сорок секунд. Я не успел сказать слово, как широко раскрылись мои глаза, потому что робот позволил человеку разменять белопольного слона. Правда, при этом укрепился черный центр. То есть нельзя тут говорить, что это какая-то грубая ошибка, но тем не менее, с человеческой точки зрения, это немножко удивительное решение. Я уверен, что здесь должно быть у белых поприятно. Другое дело, что нужно конкретное оформление. Да, C3 ход грамотный, чтобы черный конь на D4 не внедрился. Мы вот ждем от машины активности. Так, конь пошел на F3. Происходит размен на E4. Судя по всему, черные собираются использовать как-то вертикально. Д, слон C5. Да, вот давление на пункты R2 это главная, видимо, стратегическая задача черных. Еще там и конь H5 есть какой-то ресурс. И вот, может быть, F на D3 внедрится. Но посмотрим. Да, не решает упростить позицию. Да, произошел размен. Я думаю, что теперь пешка F2 вздохнула свободно. С облегчением, потому что теперь никто и ничто ей не ухажает. Ну вот теперь, мне кажется, очень комфортная для Блица позиция. Возья E1. Да, не на всякий случай. А вот это мне нравится. Вот это хорошо. Потому что эти размены, мне кажется, ведут в очень благоприятный для белых N-шпыль. Если только пешку E4 не зернуть, все будет у нас хорошо. Так, вот тут начинаются технические нюансы. Размен перзей. Дорогие друзья, черные торгаются по вертикали D. Кажется, что это очень страшно, а вот не страшно. А вот совершенно не страшно. Я думаю, что здесь Даня должен консолидироваться и грамотно провести эту оборону. Так, ага, ладья D6. Вот это уже начинаются гроссмейстерские тонкости. То есть машина говорит, меняйся, но меняйся на моих условиях, чтобы выправить пешечную структуру. Ну, неочевидный момент. Вот все время подвисает пешка на E4. Надо как-то смотреть, что будет, если она будет теряться. Ну, вот Даниэл решил на всякий случай простить игру. Хотя при этом все-таки кое-какая позиционная уступка совершается. Черные пешки обрели былую гармонию и подвижность. Правда, у белых в запасе есть слон на G2, который, я надеюсь, в скором времени все-таки сыграют свою роль. Дальше, перед игровой, я думаю, что он примерно раб. То есть здесь говорить о том, что у нашего брата, а Даня сейчас для всех нас родной брат, потому что человек. Так вот, говорить о том, что у нашего брата есть какой-то реальный перевес, мне кажется, было бы опрометчивым. У черных очень красивый центр, но вот сила эта или слабость, это большой вопрос. Это неизвестно. Это неизвестно. Все-таки слон G2, как видите, получил определенную свободу действия. Он давит на пешку D5. Вот кого куда дальше везти. Вот видим, что Даня в соответствии со своим игровым почерком играет в кача. Да, слон встает на Е2, скорее это оборонительное мероприятие. Так, 43 секунды у человека и минута 55 у машины. Итак, наш план изначальный. Кстати говоря, черный еще не совсем развито. То есть тут еще надо доказать. Слон Е6. Да, то есть черный прогоняет нашего коня с С4. И, видимо, сейчас завершают развитие. Да, слон D6. А наш человеческий слон на С1 пока застрял. Неприятно. Ну вот Даня решил разгрузить позицию и едва не погиб. Да, но, к счастью, успел отстраниться назад. Кроль С6. Так, как бы нам все-таки закончить развесную. Слон F4 очень смелый ход. Я думаю, компьютер не откажет себе удовольствия испортить пешки белых. Но посмотрим, что будет дальше. Искольное, то есть все-таки, хотя Ладя Д8 еще есть. Ой-ой-ой-ой-ой. И когда вот неожиданное решение компьютера, он разменивает сдвоенную пешку белых. Мне кажется, это шанс для белых вообще. Я не думаю, что это настолько опасно. Честно говоря, вот есть ощущение, что белые могут здесь как-то консолидироваться. Хотя, конечно, все равно Ладя Д8, Ладя Д2 такая угроза есть. Слон C4. Так, любопытно. Король Е1. И что? Дело в том, что белый конь на Е3 встает. Да, что не ход, то повод для удивления. Видимо, слона на Е3 пытается поставить машину и стремножить силы белых. Ну, сейчас, видимо, шахта Е3 последует. Да. Но теперь вопрос в том, как же все-таки активизировать по Ладе Д8. Видимо, Ладе Д8 пошел, да? Так, и угрожает движение на Д2. Это ловушка. В случае Ладе Д2 есть ход конь С4, но машина все видит. Все видит. И теперь угрожает торжение Ладе Д2. К сожалению, это классический случай, когда слон сильнее коня. Три секунды. Три секунды на часах. Дани. Он держится, но позиция, честно говоря, вызывает очень большие подозрения. Итак, Ладья Черных бесчинствует на втором ряду. А Даня пытается ее выдавить. Но не получается. Ладья, как мы говорим, и Джо. На самом деле, этого Джо ловит, но поймать не могут. Ж4. Методичность гидравлического пресса мы наблюдаем. Черный постепенно усиливает свое положение, плечок нарочито медленно. Ладья Ц2, да, и выигрывается темп на каждом движении. У человека сейчас 8 секунд. У машины минута 13. Да. Пешка идет, видимо, на Аш-3. Кони в 5. Ну вот, наш конь питается в тылу черных, добиться каких-то материальных преодолеваний, но не получается. Позиция повторяется уже в очередной раз, но с той разницей, что черные все время выигрывают темп и надвигают пешку Аш. Хотя, правда, пока непонятно, что дальше будет. Видимо, вот это да. Вот это да. По организму. Как жестоко сыграл компьютер. Блестящая концовка. Ну что сказать. Уже в дебюте человек допустил ошибку и, к сожалению, проиграл счет 6-3 в пользу робота. Вот, видимо, еще робот тоже не попил водичку, не погулял, не отдохнул. Сейчас он тоже настроится, сядет за доску. Так, все готово. Начинаем девятую партию. Так, ну что. Нет, нет, нет. Сейчас мы это поражение не засчитаем. Давайте начнем новую партию, потому что второй раз так побеждать не будем. Что-то здесь, значит, мотор не срабатывает. Давайте начнем все-таки с по-новой. Так, ладья где-то упала, да. Одну такую победу можно выдержать, но двень, это, пожалуй, грибок. Так, пешка на H2 меняется. Да, видимо, не тот там чип. И ладья. Ну вот, вроде мы стараемся ставить... Сейчас, минуточку, минуточку. Сейчас. Вот действительно, вот если все фигуры надо ставить строго по центру клеточек, тогда, может быть, компьютер не будет сбиваться. Да. Ну вот, судя по всему, машина тоже устает. Просто хотелось бы увидеть побольше партий, настоящих, содержательных. Мы не кричьи, а трогаем. Так, ну вот у нас совсем принципиально другой дебют. Неужели Гринфорд, да? Очень зауважаю машину, если сыграть Гринфорд. Но у нас страндийская защита. Кстати, может быть, это опять-таки для человека шанс получить закрытый характер позиции и реализовать свое преимущество в стратегическом понимании. Машина, строго говоря, ничего не понимает. Она считает варианты. И на выходе у каждого варианта, согласно оценочной функции, она получает некие числа. И потом просто сравнивает эти числа. И выбирает именно тот вариант, у которого в концовке наибольшая оценка. Вот сила разных компьютерных программ определяется тем, насколько хороша оценочная функция. Вот определяющее самое присловутое число. Да, вот Даня применяет модный вариант. Ну, похоже, что в дебютной библиотеке у машины этот вариант есть. C6. Ну, очень грамотно, по-строгоиндийски работает робот. И, в принципе, нельзя не отметить качественную игру. Очень здорово, пока действует машина в этой позиции. Ну, теперь, я думаю, познания с обеих сторон закончились. Начинается игра в шапку. У обеих сторон по 2,5 минуты. На дьявр один белые. О, вот это приятный подарок, я считаю, для нас, для людей. Потому что размен на D5 обнажает белые поля на перзовом тонке, где все-таки у белых должно быть преимущество. Так, вот это, вот это, вот это, здесь, мне кажется, у человека есть шанс. Реальный шанс побороться. Ох, какой бесстрашный этот компьютер. Опять пешку на E4 заприметил. Похоже, любимая цель у робота, это пешка на E4. Но Даня грамотно защищает ее. И сейчас, ага, теперь на P4 прогрессает. Да что ж ты будешь делать? Вот как хотелось бы сейчас эту пешку с A4 вернуть на A3 с ловли черного перзя. Но, к сожалению, кодекс не позволяет. Так, кодекс надо чтить. Да, и как теперь избавиться от этого агрессора на P4? Ну, кстати, Даня нашел очень интересный путь. Конь на B6 сможет прибыть курьерским поездом. А вот человек кодом H5 видеомашина намекает на то, что собирается коня на G4 отправить. Неизвестно. Во-первых, эту угрозу можно предотвратить. А во-вторых, может быть, белые угрозы будут старше. Как знать. Вообще, черный ферз находится в довольно опасной ситуации. Да, но вот Даня профилактично играет. Просто не отпускает врага на G4. В принципе, позиция должна быть очень перспективной для белых. Но, конечно, все решит конкретика. Конкретные варианты. Срастется или не срастется. Сыграть B3 с идеей коня А2 нельзя, потому что этот самый конь на С3-то поблицает. Да, и вот эта пешка на А4 тоже висит. Поэтому ход ферз Д3, видимо, пока нет. Слон Д2. Ну, правильно играет Даня. Ага. А вот это, кстати, шанс, может быть, сделать небольшую передышку. Так, компьютер, похоже, согласен на ничью. Вопрос в том, согласен ли на ничью человек. Может, побороться? Даня. Амперс на B3 идет. Может быть, еще на перевес поборемся? Ну, вот это вопрос уже состояния Даниила. По виду все-таки у белых должен быть перевес. Да, ну вот Даня продолжает. А, он, видимо, просто отфиксировал трое-кратное. А, что произошло? Да, ну трехкратное повторение. Ну, ладно. Прости, машина, я такую слабость. Было трехкратное повторение ходов. Ну, что ж, ничья. Но самое главное, что мы прекратили эту неприятную серию. И в этой партии ничья. После 10 партий счет. У нас 6,5-3,5 в пользу роботов. Еще две партии. Данное слово. Что такое? Нет, слушай, я так не играю. Нет, 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 нет. Ну, давайте начнем заново на партию. Видимо, не выставили просто, да? А как насчет технического поражения? Нет, нет, нет. Я категорически против таких технических поражений. Когда еще в игре там что-то происходит, но игра-то просто не началась. Нет, нет, нам таких подарков не надо. К тому же матч мы уже не выиграем. В любом раскладе. Поэтому надо сыграть еще две партии с компьютером. И с роботом. Ну, вообще, это уже третья накладка робота. Стартуем. Итак, начинаем. То есть по-настоящему начинаем. Ага, Е6. Очень интересно. Ну-ка, как у нас насчет защиты Немцовича? Все хорошо. У робота с защитой Немцовича полный порядок. Он ее знает. Интересно. Так, Д5. Ага. Вот компьютер никогда не стесняется разменивать слонов на коней. Независимо от того, хорошо ли это или плохо. Конь С6. Так, вот уже приходится задуматься. Потому что обычно черные нацепят метали пешку. Так, для надежности, да, не меняется. Но, правда, при этом слон, видимо, с С8 становится активным. Но, с другой стороны, у белых есть хорошая, комфортная возможность развить коня не на F2, а на Е2. То есть здесь белая пешка на F2, она может в будущем подключиться к борьбе. Так, ну, похоже, у компьютера есть потайное желание разменивать слонов на F2. Но кто же ему позволит? Кто же ему позволит? Ну что, кажется, дебют складывается благоприятнее для человека. Я полагаю, что здесь полный комфорт. F3. Ну, вот такой способ взять под контроль центр. Ладья Б8, похоже, опять-таки, вот есть у компьютера свои маленькие шахматные слабости. Вот Ладья Б8, это одна из них. Да, ну вот, похоже, что в стратегическом плане человек сейчас переигрывает компьютер. Потому что по всем канонам, начиная от великой партии ботвинник Капабланка и кончая до наших дней, известно, что в подобной ситуации, если белые продвигают пешку на Е4, у них должно быть получше. И, по-моему, перевес совершенно очевиден. Но, вероятно, слонится 4 последует, да? Да, но вот машина не боится ни жертвы на F6, ни того, что белые развиваются на королевском планке. По идее, у белых должна быть очень серьезная атака. Компьютер этого, то есть мозг этого робота пока не в состоянии этого оценить. Но мы, люди, понимаем, что ситуация со стратегической точки зрения очень выгодна для этого. Осталось конкретные пути найти. Пока времени хватает, 2 минуты и 20 секунд у каждой сторон. Итак, конь идет в атаку. Но вскоре можно будет задуматься даже о жертвенной F6 себе и коне H5. Но пока Даня играет солидно. И при этом, так, размер слона атакующего. Ну, это хоть какое-то облегчение для черных. Вот, да, не задумался. Рука-то тянется, да, кони на F6? Надо подумать. Ну, там конь B1, да? Тут непростые варианты возникают. В принципе, действительно, черным как-то удается пристроить свои фигуры ферзового фланга. Это, видимо, определенное все-таки для них послабление. Но все равно у белых должно их получше. При перзях продолжается борьба. Да, вот здесь ловушка. Но Е5, видимо, владелец Е5. Заготовлено, белые не обязаны взевать эту печку. Вот опять очень соблазнительная ситуация. Но посмотрим, что решит Даня. Нет, Даня не жертвует качества, а спокойно нагнетает давление. Сейчас, видимо, вторая ладья тоже пойдет. Да, то есть вот теперь уже жертва на F6 актуальна, и черный уводит коня от греха подальше. Ну, вот у белых здесь масса возможностей для развития инициативы. И центр движется, и конь идет на F5. То есть видно, что все-таки давление у белых очень сильное. Важно только все время проявлять тактическую бдительность. Ага, вот. Похоже, Даня намекает на ход Е5, но машина заблаговременно предотвращает возможность, но при этом немножко ослабляется все-таки королевская кладка. Вот я уверен, что против человека Даня выиграл бы эту позицию, даже если бы напротив сидел великий шахматист, но здесь против машины Аея какой интересный удар нанесла машина. Прорезает черный поля в центре. Ну, правда, при слабости пешки F6. Мне кажется, не так-то просто это будет. Но опять-таки тактическую изворотность демонстрирует. Стальной монстр. Я представляю себе, сколько он электричество кушает. Вот каждое движение, видимо, достаточно много энергии загорает. Но вот он никогда не устаёт. Итак, белые поставили пешку на Д5, учёный появился в пункт Е5 опорный. Вот вопрос в том, что важнее. Слабость пешки Е4 и слабость пешки F6. Наш конь с G3 пока плохо работает. Ну, вот у чёрных появляется идея где-то поставить коня на Е5, пешка на C4 съесть. Надо считаться. Былой перевес куда-то исчезает. Е5. Ну что, очень бодро играет Даня. Освобождает поле для коня. Теперь этот конь, видимо, скачет на Е4 с нападением на пешку F6. Эта пешка уходит из-под боя. Да, к сожалению, на C5 пешка была не очень пустая. Ага, прекрасный заезд, коня. Но как-то очень холодно. Очень холодно машина на этой регионе. Так, вот ничего мы тут не зеваем. Владьяна, вообще-то, нигде не провиснет у нас. Так, 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 так. Да, вот, к сожалению, машина безжалостная. Совершенно безжалостная использует усталость человека. 3 секунды, 2 секунды. Да, очень тяжело. Сказывается физическая усталость человека. Машина разменивает перзей, получает выигранное в отдельное окончание. Вы, правда, знаете, всего лишь одна лишняя пешка. Но, может быть, еще можно побороться. Да, вот хороший, хороший, оборонительный такой маневр делает робот. Не пускает нашу ладью на седьмой ряд. Но, может быть, за счет активности ладей все-таки мы еще побоемся. Ага. И теперь надо походить ладью туда-сюда обратно. И не уверен, что это приятно, но, тем не менее, это дает возможность немножко продлить очарование борьбы. Вот в чем Симеон, этот робот, он очень здорово, конечно, работает с королем. Постоянно централизует его. Все принципы ведения борьбы в окончаниях освоены им на ура. На пять баллов. Так, аж шесть. Ну, вот машина готовит наступление пешек на прорезком планке. Фантастика. Что творится? Что творится? Начинается тактика. Если взять черный ладья, через G7 перескакивает. К сожалению, такие нюансы как раз для человека всегда уставляют огромную трудность на шипных секундах. В то время как для машины эти варианты исключительно просты. Так черный смогли активизировать ладью, в то время как белый ладья, к сожалению, не очень-то активна. И вот, судя по всему, начинается у-ю-ю-ю-ю. Переход, выигранный в пешечное окончание. Да, человек сдался, но, дорогие друзья, на самом деле это следствие усталости, потому что здесь, конечно, Даня просто стал просчитываться, и машина отрывается в счете. Семь с половиной очка. На три с половиной нас ждет последняя партия. Пока не готова. Ну что, дорогие друзья, так или иначе, матч получается у нас очень интересный. Сейчас будет последняя битва. Будем надеяться, что Даня сможет провести ее достойно. Пожелаем ему успеха. Последний бой он трудный самый. Техники настраивает аппарат тоже на последний бой. Итак, начинаем. Последняя. Юбилейная двенадцатая партия. Снова дебют в рейте. И Даня пытается сбить соперника с дебютной библиотеки. Ну вот интересно, что машина каждый раз пробует новые схемы. Сейчас опять мы видим переход в стратегийскую защиту с переменной цвета. Да, то есть все играется по канонам. Как будто черный это белый, а белый это черный. Снова белый наступает в центре. Да, вот эта позиция очень хорошо известна, если перекрасить цвет фигур. Да, техничный хороший стратегийский ход. Но даже уже машина уже, похоже, поняла, как бороться с человеком. Она при первой же возможности, меняя пешки, открывает вертикально. То есть учится не только человек, но и машина. Ну, теперь машина ясное дело, что будет просто выставлять тяжелые фигуры по центральным вертикалям. Так, ну вот то, что человеку позволяется разменять слона, ну, все-таки это, наверное, позитивный факт. Но потом надо будет смотреть, как защищаться от отторжения. Черного коня с С6. Да, вот пешка встает на цепи, она таким образом прикрывает пункт А4, а компьютер придумал. Знаете, он решил, что все-таки не надо менять слона на коне. То есть шанс был такой у Дании, он его не использовал. Но зато удалось захватить центр. Вы знаете, то, что белый пешка перебинул с нами в 4, это очень благоприятно для белых. Я думаю, что, опять-таки, со стратегической точки зрения все очень неплохо. Вот, может быть, Е5 надо было сыграть, а то есть... Ага, конь А5. Вы знаете, машина, похоже, окончательно распоясывалась и чувствует себя совершенно безнаказанно. Он нападает просто буквально без предупреждения, без объявления войны, переходится к границе. Король Аш-8? Что? Что это было? Совершенно непонятно. То есть некоторые ходы электронного аппарата вызывают, честно говоря, изумление. Да, слон Д2. Да, Даня не торопится проявлять активность, а подтягивает ресурсы. Ну что ж, вероятно, это очень-очень правильное действие. Но подтянуть еще и ладью А1 довольно непростое решение, потому что от машины можно ожидать взятия на этой пешке на А2. Это существо стальное лишено абсолютно каких-то комплексов. У нее пешка на Е4 зависает. Так. Даня не поставил ее на Е5, но теперь... Ага, вот черная начинает вторжение вертикали Д. Может быть... Так. Ситуация очень напряженная, дорогие друзья. Очень напряженная и, похоже, начинается какая-то тактическая перепалка. У белых есть тоже ряд очень заманчивых возможностей. И Е5, и Ф5. В общем... Конь Аш5. Ну вот кажется, что черные действуют некрасиво. Их фигура подвержена атаке. Так, слон Е4, ладья. Что делать с ладьей? Ладья уходит назад. Но при этом остается в строю. Пункт Ж6 у черных слабый. Вот, честно говоря, вот так по-человечески, такое ощущение, что черные должны здесь где-то оказаться раздавлены. Но не как конкретно. Потому что слон на Д2 у белых тоже подвисает. Ну, молодец. Молодец, Даня. И следует очень спокойный ход ладья в Д8. И даже предыдущую парку с... Нашел в В4, и все, она уже просто... На секунду ты пишешь, если его подвисит. Ну, не знаю. Может быть, с первой половины парки у меня с... Подвисит. А вот, в этом... А это... Выстроенный режим, но... Не заставка, на которой надо работать. А вот Тарик Кузьмин, у меня как раз вывезли просвещение Даниила Дубова. Он действительно восходящая звезда Мира Бушаева. А вот хотел бы в этом полномании российских коллеги по аверации. Прежде всего, он полный на такой огромный талант, который... Две парки просто порвал робота, нашел дыру в дебютной библиотеке у программы. Да, и уже вся эта техника ничего не смогла бы на вас пропадила. Просто поставил папку. Позиция у него была начальника приятнее, потом чуть похуже, потом вот как-то совсем не сложнее. Потом начали. А, ну, понимать, в чем дело? Все-таки это шахматный Блиц. Мы очень любим забывать, что все-таки время, время такой же фактор, как и позиция. И мы часто забываем, как говорим, что у нас там позиция поприятнее. Вы вспомните, сколько любой шахматист проиграл в выигранных абсолютно позициях. Все выиграны, да. А в Блице тем более все абсолютно выиграны. Причем можно с лишним призем получить помад неожиданно, да, потому что времени мало, последние секунды. И кажется, что... Ну, это Блиц. Блиц. Вы собираетесь из-за такого робота, который волновался, переживал, расстраивался, как человек. Какого-то, что вы были более равны? Ну, мне кажется, сейчас вообще-то счет 5 в 3. 5 в 3, да? Помните, когда первый матч в Каспару, в общем-то, и вот, там, кажется, было 3-0, вообще-то ничего. И никто не сетовал на то, что у кого-то не хватало эмоций. Вот. Точно так же и здесь. Мне кажется, здесь эмоции... Ну, если у них есть робота, то у команды разработчиков робота, в общем-то, сейчас эмоции вполне... Когда мы проиграли одну парку из-за того, что робот ошибся, да, он уронил фигуру, вот, абсолютно, ну, в смысле, абсолютно правильное поражение робота, вот. И две партии, которые мы проиграли, чисто по шахматам, чисто в одни ворота, можно сказать. Красивейшие партии. Вот. Вот, и вот, и есть... Вокруг роботовался. Ну, конечно, можно его научить разговаривать. Он, кстати, у нас умеет, говорит смешно. Дети, когда играли, в следующие четыре дня, они были в Востоке, потому что у них там шах-крошка, там, говорили, вот еще что-нибудь, в общем-то, они были... То есть, они его просто обожают, скажем так. Он им выдавал йогурты, купили партии каждому ребенку. И вот, мне кажется, такое общение детей с роботами. Во-первых, направляет на техническое развитие, на техническое развивание. Во-вторых, развивает шахматы. Вот, можно спорить, конечно, на какие-то шахматы, да, в противостоянии. Сейчас уже, там, человек против машины, против... Уже мы не можем потратить, но против программы, против робота шансы есть. Есть, потому что он очень большое время тратит на механическое передвижение. В реальном пространстве. Значит, на обдумывание, приблиться, он тратит очень много времени. Он обрывает счет. Он не может думать бесконечно, потому что, ну, просто, 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 просто. А, если ты скажешь, то, вот как робот знает, чувствует какой-то, вот, скажем, цель? Ну, вот, тут мы использовали наш знаменитый шахматный роботки. Только в шахте есть электронная шахта, в диске, которые уже используются лет как минимум 12, которые используются для трансляции всех шахматных мер, в интернет, в телевидении. Только у нас, шахматистов, есть такая чудо, универсальная доска, которую можно назвать тактильным зрением. То есть он не видит это, он это чувствует на уровне, что вот на такой клеточке стоит именно такая текла. И благодаря вот такому чувству, он остался через три партия. Я в Курпинад понял, что, на самом деле, наверное, бороться с чудовищем можно. Наверное. Я думаю, что у человека, наверное, будут реальные шансы, если какому-то сильному гроссмейстеру дать потренироваться с ним. И два. Вот такой матч, я думаю, то есть нужно играть на коротком отрезке, то есть там матч четырех-восьмой партии, я думаю, максимум. И нужно обязательно давать человеку тренироваться перед матчем. Тогда я думаю, что шансы будут. Ну, что могу сказать? Я проиграл, сделал все, что мог, в общем, пусть кто-нибудь попробует набрать больше. Спасибо. Спасибо, Даниил. Вот как раз я хотел уточнить, вот именно потренироваться не с программой, а именно с ним. Да, потому что, как, есть разница? Хотя вот Сергей всячески, Сергей Шипов, замечательный гроссмейстер, всячески это отрицает. Он все называет компом, одним словом. Все, что что-то здесь считает, начинает калькулятор отмечать роботом. А все-таки, наверное, разница между игрой с компьютером за монитором, да, и игрой с роботом, наверное, абсолютно существенная, да? Разница есть, да. Да, во-первых, очень страшно становится, во-вторых войне матча, потому что ты вот, я понимаю, что, в общем, реакция становится все хуже, и в какой-то момент, в общем, длинный ход мог завершить, мне кажется, матч досрочной победой робота. Леби хук. Да, длинный хук такой, просто сбоку за ход. Я пару раз уже чуть не зернул, но в последний момент как-то удавалось собраться. Еще разница в том, что, ну, как-то, не знаю, мне кажется, все-таки на шахматной доске у человека больше шансов. То есть, когда ты садишься за доску, ты начинаешь как-то думать, что это нормальный шахмат, это не компьютер, что можно выиграть. На мониторе все уже привыкли, что шансов на победу нет, а за доской к этому, видимо, нам еще предстоит привыкнуть. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, такой привычки и поражения не будет, потому что вот как раз люди возьмутся, начнут тренироваться, мы эту машину выставим специально в качестве тренировочного средства. Любой гроссмейстер, ну, во всяком случае, Московский может приехать в нашу шахматную гостиную и обязательно потренироваться, а потом выиграть матч и заработать миллион от спонсора, правильно? Побольше бы таких спонсоров, чтобы они каждый вкладывал свой миллион, и наши гроссмейстеры тренировались, тренировались, и потом, ну, никаких шансов у роботов не будет. Вот, вот именно секрет успеха. У него большая карьера, я думаю, что он нагрет больше очков, и, может быть, будут шансы и выиграть матч. Ну, для начала надо будет еще немножко усилиться в шахматном плане, потому что, на самом деле, все внешние эффекты, они все-таки не должны заслонять того факта, что самое главное событие происходит вот здесь, на этих 64-х клетках, и шахматное мастерство все-таки решает все. Спасибо большое. Если здесь есть спонсоры потенциальные, ко мне, пожалуйста. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Мне кажется, честно говоря, ну, так, по моим ощущениям, я уже резко скажу, но мне кажется, без предварительной тренировки, мне кажется, никто не имеет шансов выбрать матч. Потому что, ну, во-первых, есть сильное ощущение, что меняется режим, потому что, во-вторых, мне кажется, были партии, которые он играл, сильнее были партии, которые он играл слабее. Я думаю, что когда он играет на пике свою форму, если можно говорить про машину, мне кажется, шансов без предварительной тренировки нет ни у кого. Наверное, если готовится, я думаю, что сильные брестнистры бороться могут, хотя бы, что кто-то выберет, а сейчас пока не пишет. Константин, если любить можно, я бы предложил сегодняшний день. Я думаю, что... Вопросы, вот он играет, вот он перегревает. То есть у нас есть картинки, мы не играем в бомбарашки с потространения. Вот реально, вот он монстр. Потому что, действительно, Данил Правин сказал, надо вообще-то реально потренироваться с Жаком Господь. Не за монитором, а именно с ним. А как, когда с компьютерной программой играю, так там она показывает фото, человек переставляет фигуру? Да, оператор, оператор. Оператор переставляет, переставляет. Костя, несколько вопросов от ЧИС видео. Можно? Да, да, да. Вот, ну, во-первых, вот такой матч, это уже второй, насколько я понимаю, из тех, которых я видел. Скажи, пожалуйста, все-таки здесь ведь основной как бы упор не столько на компьютерную программу, мы понимаем прекрасно, а чтобы привлечь спонсоров, это именно робототехника, именно вот эта вот координация. И здесь, как мы видим, робот допустил несколько ошибок. И вот если уж говорить серьезно, там надо было... За что ему было... Да, ну, а потом Сергей Шипов нажал на шахматную компоненту. Хотя я бы присудил, я требовал вообще-то, заметил, да, я настаивал, что это поражение. Да, мы это, то есть это испытание все-таки, с одной стороны, человека, как он воспринимает технику, а с другой стороны, робототехника, вот движение координации. Да. И мне казалось, вот такой момент, человек устает, да, 12 партий, мы сейчас говорили, может быть, сделать 6 партий. А нет ли такого варианта, как изменить, сделать плавающий регламент для робота? То есть, либо ему ужесточать время на последних партиях, просто человек, робот тоже должен уставать. То есть, если он выиграл, у него забираем минуту, да? Ну, как, ну, как-то так, я, нет. Ну, Евгений, вариантов много, да, их обсуждают действительно. Но вот правильно замечено, что это популяризация как раз на стыке. Шахматы, роботы. Но шахматы здесь все-таки средства. Индекс, я считаю, индекс. Да, индекс, да, да, но нас интересуют роботы, вот это вот. С одной стороны, да, с другой, если у вас чисто интересуют роботы, можете подняться на этаж, там роботы занимаются фрезеровкой, понимаете, да? Да, да, да. Там что-то режут, что-то, понимаете, да? Ну, а здесь все-таки шахматы. Ну, на стыке, да, понятно. Тем более, шахматы за ограниченное время и, действительно, моторика, вот, манипулирование предметами за очень ограниченное время, чтобы точно, они ведь фигуры не закреплены, как там в станках. Там каждая фигура, прежде чем снять какую-то операцию, она закреплена жестко, она никуда не уходит. Фигурки у нас летают по доске. Человек никогда не ставит точно, понимаете, да, в центре клетки, никогда, она смещается. Ну, может быть, это и цель для робототехники, не всегда будет робототехника работать в жестких условиях. А именно вот такие природы. Вот это как раз приближенные условия для реальной, для реальной среды. Он будет манипулировать предметами, которые, которые могут там выскакивать, улетать, понимаете, да? И еще вопрос. В прошлый раз у нас играла Ческо с человеком, сейчас вы перешли на фойку. А вот с чем это связано, так сказать? Вы знаете, просто, скажем так, на следующий год мы организуем обязательно чемпионат мира среди... Ну, мы и так чемпионат мира. Это фактически чемпион мира среди роботов сейчас, в шахматном улице. Вчера было. Уже последовал, вообще-то, вызов от русских производителей, горского механического завода, если правильно, машиностроительного завода, что они, вообще-то, вызывают на матч этого робота. Наши производители, наши отечественные производители. А наши ребята за ту же зарплату. Вот. Они вызывают его на матч, и, может быть, мы проведем этот матч, и мы вынесем этот пояс чемпиона, как в боксе, да, за титул. Кто победит в Блице, тот и будет чемпионом. Ну, вот, хочется, чтобы до 29 сентября, это день машиностроителей, вот, они эту задачу выполнили. Я надеюсь, вам все-таки удастся завести именно машиностроителей, не столько шахматистов, в данном случае все-таки вот корень это машиностроителей, чтобы они воевали за шахматную корону. Вот, вот. И плюс, чтобы у нас обязательно в каждом шахматном кружке была такая машина, чтобы наше юное поколение, дети, дети, тут 4 дня просто его так взяли в плотное кольцо, и его не отпускали до вечера, с утра до вечера. Они здесь с ним играли, играли и играли. Да, ты говорил, вы устроили там некоторую еще озвучку, которую можно еще как бы наращивать. Робот давал ферзя, ладьи вперед отдавал, снимал у себя. Взамен ставил йогурт от спонсора. Замечательный йогурт, кстати, фирма «Адамация». Очень вкусный йогурт из Пензы. Рекомендую. Серьезно. Сырки, йогурт. Спасибо. Ну, вот это как игрушка для детей, это просто удачно. Извините, да. Спасибо большое. Спасибо. Ну, меня спасибо. Украинский шоу. А украинский шоу. Украинский шоу. Что украинский шоу. 13 лет с партией, после 6 лет еще 3-ти, и все-таки робот не встает от 12 партий, близкий, подряд для человека, причем еще с ощущением того, что соперник просто не ошибляться, просто не простит, и ты его никак не обманешь, ни на какой такте ты не поймаешь, единственное, если ты его переиграл где-то в стратегии, за много-много ходов, пока он не встает, но потом чуть-чуть ослабил давление, он суть, как скользкий выбор, выскользил, вот, кстати, головой, ударом это не было, открытым, ну а вот эти, не воскреб, особенно вот эта стираль-то ничего, и четверо, я просто пройду до станции метровыставочной, чтобы вы имели представление, это выставочный центр, это вот Москва-рщица, и все-таки известные, и скандалы неизвестные, но тем не менее, несмотря на наши, да, вот эта вот башня, вот эта вот, стоять, точнее, где-то так думаем, попать, да, вот этот выставочный центр, ну, достаточно давно, ну, насколько я помню, лет 20, так, а вот эта станция, выставочный, просто пройдемте, ничего, памяти у меня достаточно, камеры, просто пройдемте, станция современная, с магазинами по бокам, как в аэропорту, так просто не пройдешь, просто метро, пройдешь, соблазняемый, всякими покупками, бутиками, ну, и просто посмотреть на крови, так, кто теперь не заблудится, так, ну, народ идет верный ориентир, это все просто за народом, вот, достаточно станция, станция тоже красивая, я приехал сюда, хотел снять ее, когда шел на матч, ну, теперь сделаем это в обратно, в порядке, я думаю, это тоже, что, как, ну, 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 как, ну Следом поплотни, и разоргите в комнате камень еще на берегу трубку трубаков. Да в грунт-ракете стоял табачный биль, и слова тмель-мена я даю, вам сразу мир покажется ими. Вам сразу мир покажется ими. Звучит отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер Уже чуть-чуться процарило окно, уже с поканства не ходил, не спел нагреть. Пусть душу вам согреть не суждено, Зато хоть руки можно отогреть, Чтоб легче было зиму короткать, Чтоб холод вас ночами не станет, Свечами запаситесь до утра И разожгите в комнате камень, И разожгите в комнате камень, И снова ветру зимние одежды. Туманы длинные и снег, Колючий снег всю ночь не тёжка, Не тёплый тёплый, Но мы забудем скорости Все веры и все горости, И сможем, и сможем Вдруг ближе наконец-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok